Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 980. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Ну и дальше объявление, просто считайте. Дальше что? События дня. Прошедший день. Среда была. Ветер утром очень сильно похолодало, и морозь целый день. То начнет, то остановится. Морозь, то есть мелкий дождь. Сделал мордушку, то есть старую доремонтировал. Тюлью обернул Сергей. В воду надо лезть. А то даже смотреть холодно. Он разделся, вынес, а потом мы ее мордушку стали забрасывать. Посмотрели. Иеремия пасет коров на машине. Маленькая машина у него. Ну, там Нива или какая. Травы много, коровы рядом. И он в машине сидит. Сидит, там еще считает. Корову пошли дальше, он за ними поехал. Вот, это даже мыслей не было у нас в колхозе. Ну, еще у отца машина, у матери машина. Два сына с машинами. Потеряевка. А вначале все с нуля. А почему? Земля кормит. Бог кормит через землю. Ну, вот так. Обратно идем. Наш лагерный огородчик. Падают яблочки маленькие, хорошие. Но набрали еще одно ведро, третье. Ну, Володя, чтобы все там делать, как компот или варить. Дрова колоть. Все-таки, как промежуток, так что-то делаем. Деревню в городе. Ты в окно посмотрел, сырость. Куда на пляж не пойдешь. А здесь все равно работа идет. Вот работа, беседы. Записали несколько роликов. Сергей пошел приучать собаку. Алексей запустил его гонять куриц, чтобы она их не трогала. С козами. Ну, интересно все. Это все заснято. Потом будет день через десять, может, посмотрят люди. Вот какая жизнь натуральная. Вот она. Все естественно. Ничего тут надутого нет. И поесть есть что. Никуда не ходишь в магазин. Володя лепешек напек. Мало того, хлеба еще тут. Кто тут. Людмила. Вчера прислала Янчук Петеримова. Арбуз большой, красный. И он стукнулся об землю. И весь лопнул, потому что переполненный соком. Сбоё. Там никаких нитратов нет. Но мы где что можем, помогаем, говорим, делаем то же, чтобы в долгу не остаться. Тогда нужно было любить стену. Все туда ринулись и все убрали. И все в ней закрыто. Все-таки община. Что значит быть в общине? Все свои верующие. 21 тысяча сел погублены. Десять, говорит, на ладан дышат. Один-два человека в селе. Беритесь. Вот сегодня только мне пришлось с утра заблокировать где-то около 45-50 человек, которые матерками все это лезут. Ничего нет у людей-то. Нечем. И ни имя, ни фамилия, ни фотографии. Одна скверная идет и все. Эта земля русская точит гной перед погибелью, перед сожжением. Только так объяснили бы старые люди. Ну, не нравится. Ну, не заходи. Нет. Каждый день заходят. И вот сегодня где-то на 15 роликов гадость всякую выливали. А там ничего нету. Рыбалка там или обедаем, или беседа какая-то. А разницы нет им куда. Им деньги платят за это, или там роботы запускаются. И все. И за все придется когда-то отвечать. Ничего нету. Перед самым еще вечером, да, я тут приходил Алексей, подарил ему гирю. Гирю подарил, пудовую. Как поднимали ее все за ручку, чтобы прямо стояло. Ну, так интересно. Ну, так интересно. В городе-то пойдешь, ничего бы этого не было. А потом у меня стали интервью брать про урагана, с которым собакой, немецкой общаткой, ездили мы от Владивостока до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Ну, и какое мое мнение о нем, какую оценку дам. И он тут же лежит у ног моих. Интересные ролики-то, живые. В городе-то, если ничего нету, ничего и нету. Ну, собака и собака кормят. Собака выводит хозяина на прогулку. Он засиделся бы там на пятом, двадцатом этаже. А здесь все вместе. И собаки купаются. И бегают, и играют, и все показываешь. Жизнь такая. В деревне не хотят ехать люди. Нет. А зачем же это? День и ночь надо заботиться о скотине, провожать, доить. Ну, а так все сидит перед телевизором, как на горшке. Ну, и вот распускает зловоние свое, блевотину. Ни одного слова нету правильного, нету. А столько интересного. Это новое поколение выросло, мерзостное. Мусульмане редко, когда что-то скажут плохое, а то заходят, ой, как я рад. Женщины в платках. А здесь сразу начинают сквернить женщин матами. Кроют. Ну, там сопляк сидит, говорится, на возгрю перешибить, как пишет Шолохов в Тихом Доне. Кобыли соплей перешибить можно. А он выгибается тут. Его ни имя, ни фамилия, ничего не нет. Он может гадить теперь, гаденыш вырос. И это ни один, ни два. У меня уже заблокировано больше шести тысяч. А он еще меняет быстренько. Если бы он платил за новую регистрацию, делал, то говорит, тысяч. Полдивизии на мне задействовано. Половина дивизии. Будет и дивизия. Но мы еще днем молимся несколько раз тут. Господь пока все хранит. Вот из Генеральной прокуратуры письмо пришло тут тоже. Чтобы проверили. Но проверят или нет, и тоже работают. Десять лет назад прокуратура работала как суды. И сейчас разница огромная. Я вот 45 лет начальник детского лагеря был. И скажу, в детях произошла трансформация. Неслыханная. Я каждый год с детьми в университетах преподавал, в школах. То есть с молодежью все время. В воинских частях, в милиции. То есть всюду мне в заключении. В тюрьмах, в лагерях. Везде тут слово Божие несу. Принимают и мы собираем. Даже на Пасху крашеные яйца заносим по камерам. Хорошие отношения всегда были с начальством. Везде. И скажу, что изменения в народе громадные. Я уж не сравниваю с дореволюционным. Даже ничего нет. Это явно, что так дальше продолжаться не может. Это все пухнет. Все это лопается. И спросить не с кого. Никто. Там пишут, сколько депутата получают. А у меня 7 тысяч. Я на это живу и радуюсь. Пенсия 7 тысяч. 35 лет трудового стажа. По трудовой книжке только 35 лет. На самую трудную работу шел. Но не давали работать. Но это моя жизнь. Она радостная, веселая и нестандартная биография. Я благодарю Бога непрестанно. И кто бы ни был. Почему вы все время радуетесь? Потому что я радостно прожил жизнь. Нигде ни под чьим сукном не прятался. Трудности. Да вот вы так одеты. Бомжи там всякого ругают. Холят ничего подобного. Все чистое. Где это вы нашли? Да вы православие не знаете. Люди в пустынях подвязались целыми жизнями. А где Мария Египетская была? А где Алексей Божий Человек? Вы именами-то названы людей-то бомжами. Бомж. Ничего нет. Христос бомж был тогда без определенного места жительства. Негде голову преклонить, он говорит. А вот бегаете. Беглец великий бежал в Египет. Еще младенцем был, говорит Иоанн Златоуст. Вот так. Это один день. Когда нос не высунешь, дождь идет. И все равно вечером звонит Володя. Там звонит моя сестра Валентина Тихоновна. Прибеги, Володя. Помпушек напекли. В это время Надежда Васильевна, жена моя, звонит. Там что-то приготовила. Там я не грею. Прибеги, Володя, возьми. Ну, любовь. Любовь. И вот это вот такой местности в дыре, как говорят. С нуля взяли деревню. В 91-м году наша родная деревня. Улицу утвердили, назвали именем моей матери. Она мать-героиня, родившая, воспитавшая 10 детей, жена инвалида Отечественной войны. Родная сестра трех братьев, погибших в Великую Отечественную. И в районе, в крае утвердили улица именем Марии Матери. Матери Марии Лапкиной. Она приехала сюда в числе первых. Брату Акиму, Павла, жила. И тут и умерла, упокоилась. А отец там, в Калафрунзе, инвалид. Видите, когда нам советовали и деревню восстанавливать под именем Лапкина. Нет, мы говорим, старое, как было. Это восстанавливается. Ну, мы в радости. Дай Бог всем жить в радости, благодарении. Мы молимся за власти, чтобы не было войны. За всех молимся. Молимся за Сирию, за Украину, за Израиль, за всех. И правителей всех поминаем до Эрдогена. Папы в Римске всех вспоминаем по заповеди Божией. Живых и мертвых. И каждый раз все просят помолиться. Люди разные. И нам Бог отвечает. И пока наш музей не разрушили, просим помолиться. Нападает прокурор Максим, чтобы его Бог благословил, и обратил на путь истины, не трогал нас. Сейчас пока генеральная прокуратура тут занимается, президент администрации. Навозная куча мы ничего нигде не брали, ни до квадратного метра. Но мы молимся и молимся. Сейчас вот 16 сентября в Потеряевке будет престольный праздник. Вот кто сильный. А теперь успеет, нет. Сильно желает побыть здесь. Ну, связаться со мной можно в моем мире. В этот день можно приехать. Как говорится, день открытых дверей. А так запрещено приезжать. Потому что суета, встречать поезда ночью и только на своей машине. Приехал, уехал. Ну, и на наши ресурсы посмотреть. Вот. Мой мир – это Mail.ru. Я очень люблю эту систему. Я вот в шапке. А где с голубем? Там не писать. Там просто контрольное. И все. Вот. Андрей Новгород написал «Благодарен Игнатию Тихоновичу за все видео. Спаси Христос». Это вот план Потеряевки. Озера здесь. Как вот. Это где мы рыбачили. Это вот это вот. Это Камагориха. Вот здесь вот. Пруд. Вот как. Все это от улицы деревни. Пруд. Вот они, избушки стоят наши. А это вот околохрама. Это вот по протоке идет туда. Вот вверху здесь дальше. Тут музей, где лагерь. Это поле. Ищи меня у Игоря Барабаша. Тут тоже поле. Тут поле. Это поля идут. А тут огороды. Вот здесь мы вчера рыбачили. Вот здесь вот. Проток. Тут все замерили мы. У нас сожень была по два метра. Это деревья. Все. Деревья. Вот. А где я сижу сейчас-то? Даже сразу-то не определишь. Ну, где-то вот это вот. Вот здесь примерно. Так, оттуда идет к батюшке. Пруд это вот батюшки. Строение там Игорева. Ну, тут раз, два, три. Маленькие, видать. Вот, все. Дальше ленточные. Православный форум. Тысяча шестьсот тем. Вот на месте стоит, смотрят люди понемногу. Что у нас тут? Я не знаю даже, что тут сказать. Тут страница. Сколько, чего где-то тут есть? Тысяча шестьсот тем. Вот это я знаю. На все реагирует. Сколько. Сколько тут подписано. Ага, вот. Всего зарегистрировано восемьсот тридцать три человека. Новых за месяц четыре. За неделю ноль. Ну, то есть, помаленьку. А вот канал тут посложнее. Видеоканал. Двадцать две тысячи двести подписчиков. Двадцать два миллиона четыреста тысяч сто тридцать три просмотра. Видите? Двадцать два миллиона. Это просмотров было. Сейчас посмотрю. События дня вчера не получилось. Сегодня второй раз закачать пришлось. Вот. Батюшке привезли уголь. Двадцать девять. Уже посмотрели. За двадцать шесть минут. Сергей возил меня на первый мостик. Сорок семь. Видите? Сегодня поставил. Тут нет просмотра. Нет, нет, нет. Будут. Будут. Вот вчера, которое прошло. Тут уже больше. Серафима не знала, что батюшки нет. Тысячи четыреста пятьдесят четыре просмотра. Поить скот только на Симаковском пруду. Четыре тысячи триста пятьдесят. Тут не миллионы. Все живое. Видите? Вышли какие люди. Это мой племянник. На ней жрата. Это уже внучатки подросли. Музей-комплекс для бедных лагерей открыт круглосуточно. Тысяча двести восемьдесят четыре. Вот. Молитвой к Богу заканчивается любой труд. Вот это ролик. Тут немного. Шестьсот двадцать один за день. За день. Как стать инициативным на штате Архипелага ГУЛАГ? Тысяча триста шестьдесят семь. Вот Сергей на дрессировке. Девятьсот пятьдесят четыре. Вот такое. Работа ремонтная на Южном пруду. Тысяча триста. Караси-карп. Вот здесь четыре тысячи. Ну, триста пятьсот девяносто девять. Все это мелочь. За спиной столько разговоров же. Четыре тысячи. А тут по тысяче. Виталий болеет странной немощью. Четыре тысячи. Вот. Промер глубины на Южном пруду. Шесть тысяч. Вот даже шесть тысяч. Это у нас уже за сколько? За три дня. Ты во свете Библии. Очень большой православный библейский сайт. Вот вопросы. Четыре тысячи. Судат-четыре ответа по темам. По темам. Пятьдесят пять папок. Это огромный-огромный сайт. Тяжеловесный. Тут и Златоуз насчитан. Еще только нет. И Жития. И вот даже звук и видео. Сами просчитайте. Посмотрите. Зайдите. По-русски зарядите. Зайдете. Фильмы о нас поставлены. Государственные фильмы большие. Занявшие первое место в России. Первое место на международном киноконкурсе. Вот там счастье только про нас. А второе полностью. Вот так. Огромный труд заложен. Похоже на этом у нас все.